Кукольный театр Во время реставрационных работ мостовой Красной площади, что в Москве, как вы знаете, археологи нашли в слое 15 века керамические фигурки, которые можно было надевать на пальчики. Пальцевые куклы или наперсточные, другими словами, это старинный вид игровых потешных кукол. А сегодня вы узнаете о том, как такие куколки можно сделать собственными руками. Поэтому хочу вам представить моих друзей. Аню. Здравствуйте. Лену. Здравствуйте. И их руководителя Николая Николаевича Гузаева. Я думаю, что вы помните, ребятки, кукольный театр под его руководством. Да-да-да, сегодня мы в Цветочном в этом коллективе. И нам Аня с Леночкой покажут и расскажут, как можно сделать пальчиковых куколок. Пальчиковую куклу можно сделать из любого материала. Это может быть или шарик для тенниса, это может быть крышка от пластмассовой бутылки, спичный коробок, от крышечки от флакончиков одеколона. Можно даже сделать из обычной катушки ниток. Можно сделать куклы из меха, можно сделать из плотной ткани, можно даже сделать из обычной перчатки, которая уже мала вам и в то же время она уже не поддержит ремонту. Вот перед вами рисунок будущей нашей пальчиковой куклы. Пингвиненок. Заготовим шаблончик, возьмем кусочек картона, размер его в среднем берется 4 сантиметра ширины и 7 сантиметров длины. Затем мы берем ножницы и выстригаем полукруг. У девочек уже заготовлены есть эти трафаретки, которые они сейчас возьмут и наложат на ткань, которая находится перед ними. Вот на кусочек плотной ткани. Пожалуйста, Лена, бери карандаш и поплоди. Теперь берем ножницы и выстригаем. Теперь эти две заготовочки мы должны сшить между собой. Пока Аня сшивает эти две половинки, Лена продолжает делать заготовки. Так как пингвиненка тело черное, значит мы используем цветную черную бумагу. Покажи, ребята. Чтобы ребята видели, две половинки, две черненькие половинки. Так, теперь отложим их в сторонку. Обратим внимание, что у пингвиненка есть белое поле. Животик у него беленький. Для этого что? Мы берем белую бумагу. Накладываем, обводим и выстригаем. Теперь мы, значит, вот эти две половинки на черную наклеиваем по образцу этого рисунка белую полоску. Значит, для этого мы используем клей ПВА. Молодцы, девчонки, да? Аккуратно трудятся, работают, что-то вырезают, клеят. Интересно, что же из всего этого получится? Ну, дальше что? Так, ну вот пока Аня сшила пальчик. Так. Мы с Леной уже сделали заготовку клювика. Сейчас мы его приклеим. Ой, молодцы, быстро справились. Пингвиненок такой будет. Проверим, правильно ли мы его подклеим по коню? О, правильно все. Одним словом, две одинаковые полуфигурки, а потом они между собой тоже, наверное, склеиваются, да? Да, да. Ага. Теперь берем уже готовый пальчик сшитый. Одеваем его на пальчик и проверяем, как он удобно сидит на нашем пальчике или нет. Вот, посадим. А на мою лапу-то не наденешь такой пальчик-то. Мы для тебя, Левушка, пошире сделаем. Пожалуйста, Николай, Николай, я делаю. Обязательно. Сделаем покрупнее под твой пальчик. Вот. Спасибо. После того, когда у нас уже сделаны эти заготовки, мы берем одну сторону, обратную сторону заготовки, мажем, клеем и наклеиваем на перчатку. Ага. Пока Лена обклеивает этот пальчик, Аня будет делать те недостающие детали, которые у нас на рисунке, а именно что? Глаз пингвина. Пингвина. Ой, ну так это просто, да? В форме месяца так вырезается опять же с желтой бумаги, да? Правильно я понял? Ага. Желтый кружочек побольше, побольше. Ну побольше глазик, чтобы был такой яркий, выразительный. О, надо же, вот так вот посмотрел бы сразу и не подумал бы, что можно просто-просто взять и вырезать, наклеить. И, пожалуйста, тебе кухонный театр пальчиковый, но все-таки театр. Николай Николаевич, а вы нам еще потом как-нибудь расскажете в другой передаче еще о других куколках, а? Ну, например, о Петрушке, да? Ой, спасибо, я к вам приеду. И все ребята, думаю, будут рады новой встрече с вами и с вашими куклами и персонажами. Так, ну что там у нас? Так. Сейчас, Левушка, последний штрих. Да не терпится, мне уже хочется посмотреть, что же получится в результате, а? Так, последний штрих. Следний штрих. Хорошо. Тут глазки. Глазки? Глазки, вот, вырезаются. Не переживайте. Как вы подрежете, так вот, вот, так вот. Одним словом, если вдруг что-то где-то торчит, да, или вылезает, то можно всегда ножничками. Три-к, и нету, да? Конечно. Вот, видишь, Левушка, ребята не только ножницами, но даже и пинцеты используют в своей работе. С этиком аккуратно, правильно, и пальчики не испачкаешь, и не размажется клей, вот, по черному фону, да? Да. Угу, хорошо, понял я, все понял. Так что ты можешь, Левушка, попробовать. Ой, конечно, попробую. Прямо сегодня же вечером сяду и обязательно попробую цветная бумага. У меня есть клей, есть. Ой, ой. Настоящий пингвиненок, по-моему. Ну-ка, ну-ка. Так, внимание, друзья мои, вот он, вот он, ура, ура, готов, готова куколка пальчиковая. Спасибо вам большое, Николай Николаевич, спасибо большое, Леночка и Анечка. Я был очень рад с вами встретиться, но пора пришла смотреть что? Мультфильм. Правильно, мультфильм. Ну вот и все, друзья, на этом. Надеюсь, сегодняшняя передача вам очень понравилась, и вы обязательно напишите мне и нарисуете. И, конечно же, жду ваших впечатлений от сегодняшнего урока. Можете теперь сами готовить себе пальчиковых кукол. Ну, а я прощаюсь с вами. До следующей встречи в передаче. Ой, Левушки в гостях. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok